всем добрый день очень рада всех приветствовать на своем канале сегодняшнее видео поделюсь с вами меню которое можно приготовить на посиделке с друзьями прошлые выходные приходили к нам друзья то есть нас была небольшая компания 4 человека и у меня получилось вкусное сытное простое но с изюминкой меню в качестве основного мясного блюда я решила запечь в духовке мясо индейки у меня здесь два сорта мяса это сердце индейки и бедро индейки бедро индейки нарезаю порционными кусочками сердца индейки достаточно крупные я их разрезаю пополам зачищаю если вижу там какие-то трубочки и мариную маринад такой соевый соус паприка гранулированный чеснок и любое растительное масло хорошенько все перемешиваю и оставляю помариноваться в идеале 3-4 часа на любые большие праздники в нашей семье или самые небольшие посиделки с друзьями я обязательно делаю какой-нибудь десерт все мои знают что если они приглашены к нам а на ужин либо на любой праздник значит будет домашний вкусный десерт в этот раз решила приготовить птичье молоко десерт по этому рецепту получается очень нежный вкусный замешивается быстро и стабилизируется в течение пары часов первым делом я взбиваю с помощью миксера на большой скорости размягченное сливочное масло взбиваю пока она побелеет и станет более пышным в течение где-то трех минут затем добавляю отмеренную сгущенку еще взбиваю две минутки и отставляю пока эту смесь в сторону теперь приготовлю сладкий сироп сахарный высыпаю отмеренный сахар добавляю ванильный сахар и выливаю отмеренную воду ставлю на огонь на небольшой огонь помешиваю растворяю сахар и жду пока закипит как только сироп закипел добавляю одну треть чайной ложки лимонной кислоты перемешиваю и оставляю кипеть сироп самостоятельно примерно 3-4 минуты пока сироп сварится я как раз взобью белки отделяю желтки от белков добавляю щепотку соли и взбиваю до стойких пик затем не прекращая взбивать белки я тонкой струйкой вливаю прям горячий только что с плиты сироп вливаю и взбиваю как только весь сироп закончится прекращаю взбивать желатин я предварительно залила водой он набух и теперь я на медленном огне его распускаю не надо его кипятить сильно прогревать как только он разошелся весь стала масса вся жидкой все готово белковую массу с сахарным сиропом я переложила в большую миску и теперь вливаю потихоньку желатин нее и также продолжаю взбивать теперь сюда же небольшими порциями добавляю массу из сливочного масла и сгущенки и соединяю как только все перемешается масса на птичьи молоко готова у меня все готово и сейчас буду собирать десерт нижний слой десерта птичьи молоко всегда состоит из бисквита я заранее испекла бисквит сейчас вырежу по нужной мне форме рецептом бисквита я уже делилась много раз есть прямо отдельно видео ссылочку оставлю под видео проходите смотрите единственное что хочу сказать что здесь я замешала бисквит на 2 яйца вырезаю бисквит нужного размера выкладываю форму и заливаю сверху смесь которую мы только что приготовили отправляю форму в холодильник масса достаточно быстро стабилизируется буквально за полчаса за час она уже плотная верхний слой классического десерта птичьи молоко всегда покрыт слоем шоколада я тоже хочу так сделать у меня уже масса стабилизировалась поэтому я делаю глазурь у меня шоколадка милка я ее выложила разломала ее на кусочки добавляю к ней подсолнечное масло растительное без запаха и распускаю на водяной бане ну вот десерт простоял час холодильнике и вот так он сейчас выглядит масло уже достаточно хорошо стабилизировалась выливаю всю глазурь проворачиваю вот так вот наклоняю проворачиваю форму чтобы она распределилась по всей поверхности и отправляю назад в холодильник затем же перед подачей сниму кольцо и буду нарезать на порционные кусочки подавать к чаю с удовольствием хочу познакомить вас с очень вкусным блюдом это запеченные баклажаны под двумя сырами первым делом нарезаю репчатый лук отправляю его пассироваться на сковородку с подсолнечным маслом баклажаны нарезаю кружочками такими не совсем тонкими а примерно по сантиметру толщиной я их не солю ничего не вымачиваю ничего с ними не делаю они так у меня не горькие них отправляю на сковородку на другую сковородку обжариваться с двух сторон здесь у меня лук пассируется вот такой он уже красивый очень ароматный добавляю сюда помидоры собственном соку это у меня из заготовок обычные помидоры без кожицы измельченные на терке к ним добавляю соль немного сахара для баланса вкуса гранулированный чеснок и прованские травы и выпариваю вот до такой густоты теперь мне остается натереть только сыр и собирать запеканку форму из сыров у меня сегодня сулугуни он хорошо плавится и немного пармезана пармезан также прекрасно плавится но и дает конечно же свой вот этот вот пикантный вкус и аромат поэтому очень советую хоть небольшой кусочек в это блюдо обязательно использовать собираю запеканку на дно формы выкладываю немного томатной основы затем плотно кружочки обжаренных баклажанов сверху посыпаю сыром и повторяю такие же слои пока не закончится баклажаны верхний слой обязательно должен быть сырный так как здесь все ингредиенты готовы мне нужно добиться чтобы только расплавился сыр отправляю в духовку на 200 градусов примерно на 10-15 минут смотрите чтоб верхний слой хорошо расплавился и желательно появились небольшие такие подпалены сырные как выглядит блюдо в готовом виде покажу чуть позже уже на накрытом столе мясо индейки замариновалось я его выложила форму для запекания также добавила немного шампиньонов и у меня свой еще кабачок был холодильнике такие маленькие кабачки я их порезала на крупные кусочки и добавила сюда к мясу приправила солью и подсолнечным маслом отправляю в духовку на 200 градусов нас 30-40 минут на гарнир делала картофель очень вкусный ароматный картофель в сливочно-чесночном соусе я отварила до готовности картофель теперь на сковородке обжариваю измельченный чеснок значит здесь у меня сливочное и подсолнечное масло чеснок раздавливаю боковой стороной ножа и нарезаю обжариваю его немного прям еле-еле высыпаю туда картофель огонь делаю средний и на протяжении примерно 10 минут периодически помешиваю как бы колерую картошку обязательно нужно следить за тем чтобы чеснок не начал гореть иначе он начинает ну совсем не аппетитно пах затем добавляю укропа хорошую порцию нарубленного укропа еще обжариваю буквально одну минуту держу на огне и все готово аромат на весь дом вроде бы обычная картошка получается очень вкусная и ароматная время накрывать стол помимо тех блюд которые я сегодня готовила также добавлю немного консервации ну во первых это грибочки это маслята я люблю их подавать с мелко рубленым чесноком и подсолнечным маслом выкладываю в миску добавляю рубленый чеснок масло перемешиваю и отправляю на стол также хочу поставить маринованные огурчики это очень вкусные хрустящие огурчики в потрясающем маринаде делает моя мама мы очень любим именно этот рецепт огурца у нас всегда полно поэтому закрываем всегда маленькие такие аккуратненькие хрустящие огурчики нарезаю их на кусочки и отправляю на стол к таким достаточно сытным плотным блюдом хочу подать свежий салат формирую его прямо и перед приходом гостей его основа это обычные листья салата я и хорошенько промыла просушила и рву кусочками у меня получается подушка из листьев салата сверху выкладываю кусочки максимально тонко нарезанной вяленой курицы также в этот салат я добавляю манго сейчас как раз сезон манго не знаю где этот сезон но у нас магазинах точно сезон покупала в магнит семейный если вы живете в нашем городе лиски они сейчас стоят там 200 рублей килограмм если вам повезет и вы выберете спелый манго то это очень вкусный и ароматный фрукт он ху очень хорошо подходит вот в такого рода салаты разрезаю вдоль косточки косточка у манго плоская такая тонкая и широкая отрезаю с двух сторон от косточки кусочки манго нарезаю внутри квадратиком и срезаю мякоть прямо с кожуры салат и еще добавляю один ингредиент это помидоры черри честно говоря для большей яркости сюда бы подошли красные помидоры черри но так как у меня есть желтые то тоже выглядит неплохо очень ярко так солнечно жизнерадостно теперь делаю заправку заправка очень простая оливковое масло какой-нибудь ароматный уксус у меня финиковый уксус можно добавить винный яблочный любой другой какой у вас есть немного меда и горчицы хорошенько перемешиваю и поливаю перед подачей с прямо сверху этим соусом мы очень любим такие салаты в разных вариациях например вместо манго к этим же ингредиентам можно добавить либо грейпфрукт зачистить его от всех пленок и нарезать порционными кусочками либо королек тоже он должен быть плотный но сладкий все мой стол готов он не совсем какой-то прям шикарный но все-таки не совсем повседневный каждом блюде есть какая-то изюминка в итоге что у меня получилось картофель на гарнир в чесночно-сливочном соусе запеченное мясо индейки сердце и бедро к нему добавлены кабачки и шампиньоны вкуснейшая запеканка из обжаренных баклажаном с двумя сырами свежий легкий салат с манго помидорами черри и вяленым мясом и два вида консервации это грибочки маслята и огурчики когда наступило время десерта все уже плотно наелись и говорили ой ничего не поместится но этот десерт потрясающе вкусный это как воздушное облачко действительно нежнятина и вкуснятина в итоге от десерта не осталось и кусочка попробуйте приготовить блюдо по моим рецептам у вас обязательно все получится это простые но в то же время вкусные с изюминкой блюда подписывайтесь кто еще не подписан на мой канал ставьте колокольчик к вам будет приходить оповещание о выходе моих новых роликов всем спасибо за внимание и до новых встреч